Всем привет! Начинаем прохождение Jugged Alliance Metavira 2.1. Это реализация первого Jugged Alliance на движке второго. Как мне кажется, очень интересный проект. Обе игрухи просто замечательные. И посмотрим, как выглядит первый на движке второго со всей его графикой, со всей его красотой. Давайте начинать. Сейчас сделаем своего чара и по-быстрому наберем команду. С уровнем я решил не заморачиваться и поставить средний, потому что, ну, сложный он проходимый, но просто это затратно по времени. Жалко своего времени, хочется посмотреть игру. Так, первым делом создадим своего чара. Вводим всем известный нам пароль неприличное слово из трех букв 624 и приступаем. Я, собственно, тоже не буду тут как-то останавливаться на деталях. Да, соберем просто такого средненького персонажика, который будет обладать, ну, скажем так, хорошей подвижностью, хорошими кондициями. И плюс завернем ему на максимум возможного меткость. Кстати, здесь персонаж сделан не уникальным. Он будет точно таким же наемником, как и остальные. И сумма будет взыматься за него не начальная, а каждый день, как у остальных наемников. Ставим быструю реакцию, потому что вначале будет очень проблемно интераптить соперников, они будут постоянно интераптить нас. Ну и ставим снайпера, чтобы было попроще. Так, здесь то же самое. Ставим все обычные параметры на минимум. Совсем в нуль я их гонять не буду, потому что нахрена нам нужен персонаж, который вообще не знает, что такое лейкопластырь и никогда не слышал о гранатах. Поэтому все вгоняем на 15, ставим все остальные параметры, ну, практически на максимум возможного. Потому что так или иначе каждый из них будет влиять на его подвижность, на его умения, особенно когда он будет ранен. А то, что наши персонажи будут ранены, это 100%. Так, чуть-чуть поднимем силу для вскрытия всяких ящиков, дверей и тому подобное. Ну, портрет, в общем, берем персонажа такого крупного телосложения, вот такого возьмем. Так, и голос. Врагам пора помолиться. Нужно избавиться от некоторых нюансов. Пора выносить мусор. Врагам пора помолиться. Ну, давайте вот это. Все, наш готов. Теперь приступаем к набору непосредственно команды. Как говорится, при всем богатстве выбора другой альтернативы нет, поэтому у нас выбор всегда стандартный. Иван, Фидель и Айс. Иван Долвич, на сколько? Ну, берем бессрочно, чтобы деньги пока не тратить, там заработаем. Будет взиматься каждый день определенная сумма. Берем Айса. Поговорим о расписании. Ты что имел в виду? Берем их со всеми шмотками. Так что не знаю, что нас ждет. Я слушаю. Пойди умойся, я ногти крашу. Ага, тут нас послали. Ну, отдыхай тогда. Вот, меткость отличная, шикарная. Этот чувак просто снайпер. Ага, тут видимо не озвучено. Ну, не важно. Тоже берем. Так, 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 кого взять? Ну, тут, видите, с меткостью совсем все плохо. Как-то подвижное, но, как бы, ни в кого не попадет даже в упор. Вот, отличный чувак. И на сколько? Могу я вас спросить? Что-то картавить стал. Вроде он так на картавит не похож. Интересно. Ну, я думаю, нам вполне достаточно начальной команды. Ребята такие достаточно, скажем так, оптимальные. Они не крутые, не самые дорогие, но при этом нам точно с ними хватит денег. И они, ну, смогут хотя бы попасть в противника. В отличие от тех, кто находится в нижнем правом углу. Вроде все. Думаю, можно приступать. Итак, вот мы здесь. Ага, слушайте, я что-то не хочу тут шмонаться, ходить и смотреть. Очень интересно, как тут все реализовано. Давайте сразу в бой. Потом разберемся, что к чему. Вернемся сюда, посмотрим, что здесь лежит. Здесь наверняка, как в первом секторе, в оригинальном джагеде, должны быть ящики. Должны быть какие-нибудь патрончики валяться. Может, пистолетики, жилетики. Ну, просто интересно, что там дальше. Оно сделано, в общем, интересно. Вот этот сектор мне нравится. Так, сейчас возьмем один сектор, потом вернемся и уже разберемся со шмотками. Так, пойдем двумя группами. Да, сектор, кстати, этот я узнаю. Я решил по ходу прохождения сравнивать сектора с оригинальными джаговскими, с оригинальным первым джагедом. Чтобы просто посмотреть, как все реализовано. Слушаю, командир! Я так вообще впечатлен самой идеей проекта. Слушаю. Изготовление первой джаги на движке второго. Я слушаю! И, честно говоря, я вот многого жду от этой игры. Слушаю, командир! Просто посмотреть, как все это сделано. И все-таки очень сильно отличается первая от второго. И как удалось реализовать некоторые вещи, такие особенности первого. Я слушаю! Ну, обо всем в свое время. Сейчас мы постараемся по-быстрому взять сектор. Слушаю. Как обычно, движемся двумя-тремя группами, рассеиваемся. Я слушаю! Поддержим друг друга огнем. Поскольку враги вначале, я думаю, не особо сложные будут, постараемся просто тупо продавить силой. Кстати, вот карта. Давайте сравним ее с оригиналом. Вот так это все выглядит. Ну, видно, что более детально, конечно, прорисованы края, вот прибрежная территория. И, может быть, даже не столько прорисовано, сколько... Вот, кстати, смотрите. Здесь я никогда бы в первом джаге не рискнул бы пройти. Но вот, видимо, особенность второго, вот эти тайлы все, да, они сделали карту несколько другой. Но, в общем, пока мне нравится. Вижу врага, мать его! Так, ну вот у нас первая вражина. Сейчас посмотрим, как у нас кто в бою. Кстати, несколько слов вообще про сам джагед, про реализацию. Вот это все, весь проект реализован на моде Night Ops. Скажу честно, я хоть... Я слушаю! ...джагед проходил много-много раз. Скажем так, все официальные джагеды. Но это было очень-очень давно. И к тому времени, как вышел Night Ops, я практически забил на все игры. Есть! Но вот этот проект меня заинтриговал. Так что многие нововведения, которых не было в оригинальном джагеде, на которые появились в Night Ops, в принципе, скажем так, для меня в новинку. И поэтому вы не удивляйтесь, если я о каких-то вещах буду говорить с удивлением, потому что в Night Ops я не играю. Опять проблемы! Первое нововведение, которое мне очень-очень понравилось, это показ процента попаданий, шанса попаданий в соперника. Слушаю! Потому что, когда противник играет против нас, он... Слышаю! Компьютерный противник, он фактически видит свой шанс, знает, попадет он или нет, и есть ли смысл отойти, подбежать или начать стрелять. Я слушаю! У нас же в оригинальном джагеде такой возможности не было, ну и, соответственно, непонятно, то ли есть шанс попасть, то ли враг близко, то ли далеко, то ли он в укрытии, то ли он бежит. Я слушаю! И поэтому штраф на попадание непонятно. Ну, благодаря вот этому проценту, который сгорает... Я слушаю! ...около прицела, есть вообще смысл... можно хотя бы понять, есть ли смысл стрелять или нет. О! Или есть ли смысл... есть ли смысл использовать, скажем, интерапт, или стоит подождать, чтобы не тратить патрона, и так далее. Я считаю, это очень удачно сделано. Опять проблемы? Слушаю, командир! Так, ну вот, попробуем сейчас подбежать нашим чарам. Хорошо. Негодяи! Хорошо. И видно, что враги так, по крайней мере, ну, не знаю, может быть, это особенность всей игры, а может быть, это просто на первой карте. Я слушаю! Враги достаточно кучно расположены и сразу так начали на нас сами давить, что, в общем-то, необычно. Кстати говоря, я часто использую горячие клавиши, там или иначе, но я так и не привык использовать кнопочку D в качестве окончания хода. Я слушаю! То же самое, не пинайте меня сильно за это. Слушаю, командир! Так, ну здесь у нас, в принципе, все напирают только в правой части карты, поэтому сейчас левыми чуваками, как говорит Айс, левыми чуваками постараемся подойти с фланга и зажать их в тиски. Ах, ты, ябл! Я слушаю! Слушаю, командир! Кстати, опять-таки интересно, как сделана подборка оружия из первого джагера, как сделаны характеристики оружия, потому что, я думаю, не так просто реализовать ту схему, учитывая, что параметры оружия, в общем-то, были скрыты, и все это, я так думаю, можно делать только на глаз. Слушаю, командир! Слушаю, командир! Слушаю, командир! Вот, кстати, может показаться, что мы попали во врага, из него вылетелся над здоровье, но с ним что-нибудь произошло. Это, типа, пуля в него попала, но он был здоров, и мы не смогли его остановить на ходу. Слушаю, командир! Баю-бай! Круто! Ага, получилось! Когда кто-нибудь оповестит их родных, мы сможем двинуть в следующий сектор. Ну все, мы покончили с первым сектором, вроде вышло не так сложно, и мы обошлись даже без ранений. Просто замечательно. Слушаю, ага. Давайте посмотрим, что у нас в секторе. Кстати, вот чем мне всегда нравился второй джаггет по сравнению с первым, тем, что не нужно ходить и собирать кучу вещей, вот вручную. Можно просто зайти на экран и быстро все пособирать. Вот это, конечно, разработчики молодца. Но тем временем у нас есть micro purifier, этот самый микроочиститель. И квест нам еще не дали, но мы попутно сразу его отнесем, получим квест, я сразу выполнил. Так, вот у нас есть охрана, давайте сразу пошлим их во второй сектор. А сами вернемся на оригинальную карту. Ну и, собственно, получим квесты и поговорим вообще с нашим нанимателем. Есть! Я прибыл на место. Что на повестке? Так, отлично. Ну, я, в принципе, на стандартной скорости буду крутить только сами бои и какие-то ключевые моменты. Все вот эти сборы на картах от оружия, открытия ящиков и тому подобное, муторный дребедень. Вот это все рутину. Я буду просто проматывать по-быстренькому. Я решил частично все не вырезать, чтобы просто можно было посмотреть, а что, собственно, лежит в тех или иных ящиках. Просто если это захочется посмотреть, захочется узнать, что там вообще было. Но, поскольку времени на это уходит достаточно много, я вот на перемоточке все это прокручу. Как видно, на первой карте нам дают только самое основное. Какие-то разгрузки. Там пистолетик и кучу патронов для самых простых пистолетиков. Кстати, патроны здесь летят даже еще быстрее, чем в первой части, потому что патронов всего 6 штук в обойме. Это очень-очень мало. И хорошо, что мест под патроны и вообще под вещи в разгрузках, даже в самых маленьких разгрузках, этих мест достаточно много. Потому что патронов с собой надо будет таскать очень-очень много. Темп стрельбы, скажем так, здесь значительно выше. Батарейки. Батарейки нам... Ну, я возьму пока на всякий случай. Но батарейки нам вообще не понадобятся, потому что использование батареек я в моде отключил. У нас все приборы, но батареечки будут работать без батарейки. Мне неохота возиться с этими батарейками. Ну, давайте попутно второе здание быстренько вскроем. Также лежит куча патрончиков всяких. Посмотрим, что в туалетах. Я думаю, там, наверное, ничего нет. Так. И здесь, по идее, двери должны быть закрыты. Да, точно так и есть. У нас появилось пару пистолетиков. Кое-что из брони. Касочка лежит. Ну и, в общем, все. Зажигалку я не взял, потому что я не знал, что она понадобится для того, чтобы зажигать фитиль в динамите и использовать коктейль молотого. Все это я выяснил в процессе. Ну, у нас будет еще возможность забрать все это шматье. Я слушаю! Так, завод у нас первый закрыт. Да без балды! Но это неважно. Все равно у нас не работает без микрочистителя. Ну и давайте пообщаемся, получим квест. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Дима Торзок. Субтитры создавал DimaTorzok. Дима Торзок. Дима Торзок. Субтитры создавал DimaTorzok. Дима Торзок. 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 Все, первый квест мы получили Впрочем, как и всю историю И якобы финальный В смысле, вступительный ролик Да, и видно, что Ребята, которые делали Этот мод Пошли таким путем, что они Просто взяли озвучку из первого Что, кстати, правильно Но мне очень понравилось, что перерисовали Изображение И видно, что сделали это очень грамотно Кстати, давайте пошаримся По вот этим ящикам Я тут сохранился на всякий случай Мало ли, они сагрятся на меня за это дело Раздолбал весь холодильник В конечном итоге Чуть не сломал себе ногу Ну и, в общем, пришло время брать, наверное, Следующий сектор Я так смотрю, озвучку Кое-где поменяли, потому что, вот, по-моему Уличия у него Озвучка А, ну давайте сразу выполним Выполним квест Да, скорость выполнения квеста и правда впечатляющая Какие-то пять минут Ладно Хорошо Так вот, по-моему, у Лича, да, получилась Озвучка Тревора Самого Тревора здесь, соответственно, нет Так как он персонажа второго А озвучка, кстати, в принципе, подошла Ну, я думаю, пора, наверное, штурмовать следующий сектор Так, пока наш клуб Динамо бежит Кросс Кросс В направлении следующего сектора Я вот тут решил, на всякий случай Прикупить Охрану Мало ли что Так, неплохо, кстати, реализована карта Хорошо Так, интересно вообще сделано Учитывая, что здесь такая изометрия Оригинальная карта была, скажем так, вид, ну, практически сверху Но нарисовали хорошо, мне очень нравится Так, на всякий случай сохранимся В этом районе обнаружены враги Давно не играл Во второй джаге Чуть забыл интерфейс Так, ну, давайте посмотрим теперь сравнение карт этого сектора с оригиналом Слушай, командир Хорошо Оставили остров Ну, и более, скажем так, даже более детально нарисовали Примрежную часть Слушай, командир Если в оригинале, скажем так, эти островки, ну, они были чисто для красоты Их никак не используешь То по этим же можно вполне побегать и даже использовать их в тактике Я слушаю Кстати, непонятно, что с ящиками Я слушаю Как-то странно это все вот выглядит Может быть, это глюк текущей версии Слушай, командир Что-то такое ощущение, что что-то с Именно с самим файлом графики случилось Или с Врагам пора помолиться Или с выводом этого файла Вот непосредственно на карте Потому что видно, что ящики-то остались прежними Только как-то То ли фильтр какой-то на них наложен То ли что-то еще Так, ну, в общем, учитывая, что у врагов пока пистолетики Да, я думаю, у них и меткость пока не очень Можно и побегать Заодно посмотрим, как здесь с прокачкой Слушаю Круто Я слушаю Входи кругом Кстати, вот как раз тот самый разговор Я слушаю Опять проблемы Про прицел, да Вот сейчас враг 1% Опять проблемы Прицел на враге показал 1% Я слушаю Соответственно, не было какого смысла стрелять Хотя в обычном варианте Я бы, честно говоря, выписал два патрона И просто бы их потратил в патроны Я слушаю Кстати, отлично, что здесь можно стрелять с двух рук Слушаю И, по-моему, у Лича даже есть такой навык под названием «Македонец» Насколько я понял, он снимает штрафы на использование стрельбы сразу с двух рук В обычном режиме будет накладываться штраф Я забыл только на меткости, на дальность, на что-то такое Я слушаю Кстати, очень удобно Все практически то же самое Но патронов вылетает в два раза больше Соответственно, при стрельбе, например, бронированного противника Особенно с близких дистанций Я слушаю Больше вероятность его поразить и не остаться в дураках Когда потратил всех АД Рядом с тобой еще полуживой в критическом состоянии соперника Я слушаю Ну вот сразу видно, у Лича отличная меткость Он там какой-то спортсмен по стрельбе Многократный призер международных чемпионатов по стрельбе Вот, соответственно, меткость у него там зажатая практически на максимум Я слушаю По-моему, такая меткость была только в Deadly Games у стрелки Если мне память не изменяет Ну там, зажатая под стойник Хотя, хотя Лич, конечно, парень Я слушаю Не особо подвижный Зато меткость у него просто прекрасная Мы в дальнейшем постараемся использовать его в качестве снайпера Патроны кончились Да, надо сказать, что патронов такой двойной Я слушаю Двойная стрельба в Бакедонске Живет, будь здоров Супер Минус еще один Слушаю, командир Окей Надо сказать, что вот, по крайней мере, первые сектора Как-то по скорости проходятся быстрее Я имею в виду по скорости вот реального времени Слушаю, командир Потому что на прохождение Блин Первого джагеда у меня ходило где-то Ну от 10 минут на взятие каждого сектора Здесь же у меня Ну сколько вот? Получается по 5 минут где-то уходит Я слушаю Я так понимаю, что это враг, наверное, последний или предпоследний Давайте отойдем Есть На всякий пожарный Оттянем его на себя Я слушаю Все, отлично, попался Чувак О, классно Запиши в победу, и тут больше никто не дышит До новых встреч Сектор очищен от мусора Вот так Так, ну все, по-быстренькому сейчас вскроем ящики Посмотрим, что там лежит Что нас ждет А в этих ящиках Да, но ящики как-то выглядят неопрятно Кстати, по-моему, в первом джагеде на вот этом острове Был Ой-ой-ой, нас скаты кусают Там были ящики Почему-то вот здесь решили, видимо, с ящиками не мучиться Я загрузился, неохота просто плыть обратно и дыхалку тратить Потому что там последнее из дыханий утонет еще Здесь у нас тем временем медсумка Броня первая И записочка от секретных сектора Где мы можем получить Хорошая барахлишка Хорошие стволы Записочки, кстати, мы будем использовать и применять В первом это было очень медленно Я очень быстро проходил игру Видео, кстати, вы можете посмотреть на моем канале Ну, а в этом, я думаю, все, наверное, подзатянется И записочки нам пригодятся Есть! Так, ну и, наверное, нам пора в следующий сектор Тут болтаются эти неудачи О, больница Ой, не больница, а... Ну, в общем, первое здание Так, а в оригинале было примерно вот так Ну да, в общем, очень похоже Я слушаю Только, мне кажется В Метавира 2.1 Как-то слишком много растительности в оригинале В оригинале было поменьше Там как-то было пространство для маневра Здесь совсем все зажало Я слушаю Уже иду Так, ну, по привычке рассеиваемся В принципе, я уже говорил, да, в видео можете посмотреть Прохождение первого джагеда на моем канале Проходить я по привычке проходил не так давно Я буду проходить точно так же Примерно такой же тактикой То есть, оттенены группами Заход с нужной стороны С нужной стороны, но просто с учетом Я слушаю Особенности Второго джагеда Угу В целом тактика будет такой же Я слушаю Я слушаю Я слушаю Сейчас попробуем Засекьюрить Засекьюрить вот этот мост Если там все окей Скорее всего, на нас уже никто не пойдет Надо перезарядиться И тогда можно будет зажать этих товарищей с двух сторон Пока идет, в общем, достаточно легко Но я так подозреваю, что это только в начале Потому что врагов вроде как не особо много Ну и сами враги так себе Слушаю, командир Слушаю Так, ну постараемся сейчас равномерненько так распределиться Ага Кстати, когда я проходил Еще давным-давно Первый, в смысле Второй джагед Первый из вторых Еще вот в далеком, по-моему, 99-м году Я слушаю Компы еще очень сильно тормозили Хорошо Ходы противника шли очень-очень долго Это было просто мучительно Наверное, дольше было только переключение подгрузка Я слушаю И ходы в фоллауте Слушаю, командир И, соответственно, по движению ползунка Ползунка можно было практически четко определить Сколько осталось врагов То есть С одной стороны минус Но с другой стороны Такой небольшой чит Слушаю, командир Я слушаю Кстати, очень интересно Откуда авторы Авторы моды взяли характеристики оружия Оригинальные характеристики из первого джагеда были, по-моему, недоступны То есть, исключительно только кто-то, насколько я читал на форумах, тестил Мне просто статистически, там, выпуская по 10 патронов Я слушаю Из того или иного вида оружия Хорошо С разных дистанций Но это как бы все только статистика Эмпирически вычислено На самом деле точных характеристик не знает никто Я слушаю Но посмотрим, как здесь реализовано Потому что в первом джагеде Отличие между стволами Было просто радикальное Так, ну пока посидим по интераптам Сейчас на нас начнут набегать Самые активные, самые смелые ребята Которых мы будем снимать Но как только они кончатся Пойдем сами в наступление Слушаю Так, пока все успешно Слушаю, командир Слушаю, командир Я слушаю Единственное такое С бобом поближе подойдем Чтобы он мог секьюрить Если что, зайти во фланг Ну, черт Слушаю, командир Слушаю, командир Так, ну вроде Вроде патроны у всех есть Слушаю Есть Есть Слушаю Давай, айс Мочи его Левые чуваки Так, уже двое Я слушаю Но личик круто, он должен попасть Я слушаю А, он бежит, бежит Тошнутики Я слушаю Вот еще один Уже трое Где-то там бродят Я слушаю Так, у нас только лич видит Снимем им Ну, отлично Вот это я понимаю Вот это да Да, правда, классно Я слушаю Четыре выстрела за ход Это отлично Слушаю Я слушаю Да, но тут без шансов попасть Поэтому я пропускаю Пусть сам подойдет Сейчас мы их поснимаем Слушаю, командир Круто Надо перезарядиться Слушаю, командир Кстати, вот эта зона Я слушаю На карте, где мы сидели в засаде Всегда очень видна По окончанию боя Патроны Там прям такой Точной границы Лежат трупы врагов Слушаю Я слушаю Так что можно всегда определить Где вы сидели в засаде По окончанию боя Вот это да Так, замечательно Зарядимся Слушаю, командир Кстати, в отличие от первого джагеда Здесь не удается сделать монтаж идеальным Конечно, я делаю Делаю сейв лоуд Но, к сожалению, из-за особенности движка Здесь так бесшовно сделать не получается Потому что при загрузках сейвов лоудов Пропадает кровь на карте Остаются только сами трупики И, кстати, сами тайлы немножко перемещаются Не знаю, с чем это связано Поэтому моменты загрузок Сейв лоудов Они всегда Я слушаю Простите меня Не хочется мне играть на железной воле без загрузок Это просто, опять-таки, трата времени И времени вообще просто В обрез его нет И игру хочется все-таки посмотреть И тем более показать вам Потому что Видосов По прохождению метавира Я, честно говоря, на ютубе не нашел Поэтому буду делать сейв лоуд Да, такое небольшое читерство Но, к сожалению, приходится экономить время Поэтому не обессуйте Но в некоторые моменты будет немного видно Что это все-таки Такой небольшой монтаж И вырез неудачных эпизодов Но, в частности, здесь Мой чар стремительно побежал вперед Тут же нарвался на пулю И от первой же пули Сразу погиб до конца Кстати Тут совсем меня достали Вот эти вот Постоянные реплики Наших персонажей Я их сейчас отключу Вот, наверное, не речь А не мое подтверждение Вот это вот Потому что, честно говоря Во-первых, достал уже Одно и то же слушать Через каждые 2 секунды А, во-вторых Просто при озвучке Я понимаю, что это очень мешает И потом будет неудобно слушать Вроде мы послушали, как они говорят Я думаю, этого достаточно Слушаю, командир Так, ну, врагов, судя по ползунку Осталось, по-моему, трое Если я ничего не путаю Так, подзарядимся на всякий случай Не будем пока ломить А, вот он сам пошел вперед Ты лучше не притворяйся Я слушаю Слушаю, командир Помните, мы обнаружили не всех Я сразу пошел в обход Потому что только что я нарвался на пулю От негодяя с крыши Там он блокирует и контролирует все отлично Сейчас я постараюсь обойти его с двух сторон Ну и как-то зажать, подойти к зданию Я слушаю Да, ну вот он первым нас увидел Это так нас встречают Вот он, сидит на крыше Значит, с этой стороны можно побыстрее Так, к зданию я подойти уже не успею Но зато можно попробовать пробежаться по берегу В надежде, что нас Ага, зря я надеялся Слушаю, командир Ну, видимо, штраф Штрафы при беге на противника тоже действуют Поэтому надеемся, что в меня он не попадет Да, ну а тут бесполезно стрелять Я слушаю Да, противников осталось двое Один на крыше, второй где-то еще тут сидит Наверное, в здании Блин Вот он Ну, метод снятия противников известен уже давно Во втором джагеде Кстати, в отличие от первого Такая дополнительная сложность При взятии всяких домов Или островов Или чего-то еще Потому что Снять снайпера, который сидит на крыше Довольно сложно А в первом такого не было Ну, а сама методика простая Одним из игроков Из наших персонажей подбегаем к зданию Делаем конец хода А вот он, кстати, второй Сидит тут Слушай, командир Нажимаем несколько раз Конец хода Чтобы у нас перешел в рилтайм После чего запрыгиваем на крышу Противник интераптится И мы его сходу убиваем У нас целый ход на выстрел Обычно два выстрела Но если стреляем по-македонски То вообще четыре у врага нет шансов Так что главное подойти к зданию А дальше снять его не проблема Блин Ну, потихонечку подгребаем Чтобы вот как-то И, может быть, занять вот этого товарища Который там в нас стреляет Блин Так, стреляем и отходим Здесь что-то лежит Я боюсь просто к зданию Близко подходить Потому что там сейчас Товарищ у нас снайперит И снимать он у нас будет очень метко Там на крыше какой-то бонус есть Который мешает попадать В товарища на крыше А сам товарищ на крыше Мастерски начинает попадать во всех Ну вот и сработал наш интерапт Которого мы так долго ждали Я слушаю Товарищ вышел из... Увидел, что много врагов Округ него Решил отойти Чем мы сейчас воспользуемся И снимем его Вот он Так, и у нас тут есть чар Который, в принципе, может выбежать И немножко раздать ему люлей Не видит Вот так Ну все, теперь шансов у него нет Я слушаю Он покойник Так тебе И вот эдак Там что-то есть Да, лич крут С двух пистолетов Без штрафов Да еще с такой меткостью Вынесет кого угодно в упор Все, остается чувак на крыше Ну и делаем так, как я говорил Доводим Дарил тайма Запрыгиваем на крышу И у нас целый ход, чтобы его убрать Слушаю, командир У нас только что осталось Мы еще не со всеми левыми чуваками разобрались Врагам пора помолиться Круто Не могу сказать, чтобы я по ним сильно скучал Здесь что-то лежит Так, ну все Теперь пробежимся по этому дому Но я насколько помню Из первой части Здесь должны быть ящики Вот в этих комнатах Ну вот, кстати Зачем я сделал сильного персонажа Чтобы на первых порах Не мучиться с открытием ящиков Шкафов и так далее Так, ну здесь у нас будет банка Банка с маслом Куча патронов Пистолет самый простой Смит инвесен Ну а еще всякие сопутствующие вещи Клей, скотч Ну а зачем они нужны Мы узнаем в следующих частях Программу минимум я на выпуск выполнил Я постараюсь брать каждый день по три сектора В каждом выпуске Соответственно за 20 выпусков Пройти всю карту Давайте посмотрим, что в итоге у нас получилось Все, теперь разложим по карманам Ну а проходить будем в следующей части Ну а я со всеми прощаюсь Всем спасибо за просмотр Всем счастливо Всем пока Увидимся в следующей серии Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok